Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок. Тема урока – замечательные точки треугольника. И сегодня на уроке мы применим свойства медиан, бисектрис, высот и серединных перпендикуляров к сторонам треугольника при решении задач. Напомню теорему. Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся в данной точке в отношении 2 к 1, считая от вершины. Вы видите треугольник АВС и медианы данного треугольника АЕ, БД и ЦФ. Все три медианы пересекаются в точке О, которая называется замечательной точкой треугольника. А еще в данной точке каждая медиана делится в соотношение 2 к 1, считая от вершины треугольника. То есть вы видите соотношение АОКОЕ 2 к 1, БОКОД 2 к 1, а также ЦОКОФ 2 к 1. Следующая теорема. Серединные перпендикуляры, проведенные к сторонам треугольника, пересекаются в одной точке, которая является центром окружности, описанной около данного треугольника. Напомню, что серединный перпендикуляр – это отрезок или перпендикуляр, который восстановлен от середины стороны треугольника. И если мы проведем все три серединные перпендикуляры, то они будут пересекаться в одной точке, которая также называется замечательной точкой треугольника. И именно в этой точке будет находиться центр, описанный около треугольника окружности. Следующая теорема. В каждом треугольнике бисектрисы пересекаются в одной точке. На прошлом уроке мы доказывали данную теорему. Данная точка будет точкой, равноудаленной от всех трех сторон нашего треугольника, а значит, будет являться центром, вписанной окружности в данный треугольник ABC. Теорема. Высоты любого треугольника пересекаются в одной точке. И мы данную теорему также доказывали на прошлом уроке. Рассмотрим треугольник ABC и высоты AD, BE и CF. Все три высоты пересекаются в точке O. Данная точка также называется замечательной точкой треугольника. Решим задачу. Докажите, что если в треугольнике ABC стороны AB и AC неравны, то медиана АК треугольника не является высотой. Рассмотрим треугольник ABC и проведем медиану АК. Медиана – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противолежащей стороны. БК и КЦ равны, как вы видите. Нужно доказать, что АК не является высотой. Допустим, АК будет являться высотой. То есть АК перфиндикулярен к BC. Тогда получится, что АК и медиана, и высота. А такое в возможном случае равнобедренный треугольник. Значит, треугольник ABC должен быть равнобедренным, и стороны AB и AC должны быть равны между собой. Но в условиях говорится, что стороны AB и AC неравны. Следовательно, АК не является высотой треугольника ABC. Задача. Из точки К бисектрисы неразвернутого угла О проведены перпендикуляры КА и КБ к сторонам данного треугольника. Докажите, что AB перпендикулярен к ОК. Итак, рассмотрим наш угол АОБ и бисектрису ОК. К – точка, взятая на бисектрисе, как видите. И точка К равна, удалена от сторон нашего угла. То есть, КА и КБ равны между собой. А также КА является расстоянием от точки К к стороне ОА нашего угла. Значит, КА перпендикулярен к стороне ОА. Точно так же КБ является перпендикулярным к стороне ОБ. Нужно доказать, что AB и ОК перпендикулярны. Рассмотрим угол АОК и БОК. Они между собой равны, так как бисектриса делит данный угол пополам. А также мы видим, что в треугольнике АОК и БОК прямые углы также между собой равны. А значит, их третьи углы, то есть углы АКО и БКО, будут между собой равными. Хорошо. ОК является общей стороной двух треугольников. АОК и БОК. А значит, данные два треугольника равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. А если они равны, то равны их соответствующие стороны. То есть АО и БО между собой равны. Далее рассмотрим треугольник АОБ. Мы получили, что АО и БО между собой равны. Следовательно, наш треугольник АОБ является равнобедренным. А у равнобедренного треугольника бисектриса, медиана и высота совпадают. Следовательно, ОН является не только бисектрисой данного треугольника, еще и высотой. А если ОН – высота, то он перпендикулярен к стороне АБ. Вот мы и доказали, что ОК и АБ являются перпендикулярными. Задача. Серединный перпендикуляр к стороне БС треугольника АБС пересекает сторону АС в точке D. Найдите АД и СД, если БД равен 4 сантиметрам, а АС – 7 сантиметрам. Построили треугольник АБС и серединный перпендикуляр КД. К является серединой стороны БС, а значит БК и КС равны, как вы видите. Далее построим отрезок БД, который равен 4 сантиметрам. Посмотрите на треугольник БДС. Для данного треугольника ДК является и медианой, как вы видите, и высотой. А значит, если медиана и высота совпадают, то данный треугольник является равнобедренным. Стороны БД и ДС, или СД, между собой равны. А значит, СД равен 4, АС – известный, он равен 7. А значит, АД будет равно 7 минус 4, или 3 сантиметрам. Что им нужно было найти? Мы нашли АД и СД. Сторона БС равнобедренного треугольника АБС равна 15 сантиметрам. Найдите его основание АБ, если серединный перпендикуляр к отрезку БС пересекает сторону АС в точке Д. И периметр треугольника АБД равен 22 сантиметрам. Итак, мы построили наш треугольник АБС. Серединный перпендикуляр ДК. Д лежит на стороне АС. Также мы знаем периметр получившегося треугольника АБД. Запишем периметр данного треугольника АБД как сумму его сторон. То есть АБ плюс БД плюс АД. Ребята, рассмотрим треугольник БДС. Данный треугольник является равнобедренным, так как ДК по условиям задачи серединный перпендикуляр нашего треугольника АБДС к стороне БДС. А значит ДК и высота, и медиана для треугольника БДС. А если медиана и высота совпадают, то данный треугольник является равнобедренным. То есть мы можем заменить БД на СД, либо ДБ на ДС. Давайте это покажем. АБ остается, АД остается, и вместо ДБ пишем ДС. Далее, посмотрите на сумму двух отрезков АД и ДС. АД плюс ДС это и есть сторона АС, нашего треугольника АБС. Заменим данную сумму на АС. Так как наш треугольник АБС является равнобедренным, то есть АС и БС между собой равны, мы можем заменить АС на БС. Получаем сумму АБ плюс БС. Ну, мы знаем, что БС равен 15. А значит, вместо БС запишем 15. И полученный периметр мы приравняем к 22, так как нам это известно. АБ плюс 15 равно 22, а значит АБ равен 22 минус 15, или 7 сантиметров. В равнобедренном треугольнике АБС угол А равен 120 градусам. БМ и ЦН медианы нашего треугольника. О их точка пересечения, то есть точка пересечения медиан. Из точки О проведен отрезок ОК, который является параллельным к ПС. Вот у нас БС, проведем отрезок ОК. К лежит на стороне АБ, нашего треугольника. Нужно найти АО, если БК равен 4 сантиметрам. Итак, ребята, из условий и задачи известно, что БМ и ЦН медианы. Мы знаем, что все три медианы любого треугольника пересекаются в одной точке. В замечательной точке треугольника. А значит, АЛ, проходящий через О, через точку пересечения медиан БМ и ЦН, также является медианой нашего треугольника АБЦ. А есть свойство медианы. Все три медианы не только пересекаются в одной точке, а еще и в данной точке делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины. А значит, мы можем заменить отношение АО к ОЛ как 2 к 1. КБ, либо БК является известным, он равен 4 сантиметрам. Мы можем найти из данной пропорции АК. Но вы спросите, почему АК к АБ равен АО к ОЛ. Рассмотрим АК к КБ и АО к ОЛ. Данное равенство мы рассматривали, когда проходили теорему Фаллеса или теорему о пропорциональных отрезках. Давайте повторим. Здесь мы видим угол БАЛ и параллельные прямые БЛ и ОК. Если параллельные прямые отсекают на одной стороне угла пропорциональные отрезки, то и на другой стороне будут отсекать также пропорциональные отрезки. То есть, отношение АК к КБ равно отношением АО к ОЛ. Вот и получилось, что АК к КБ равно 2 к 1. Из пропорции вычислим значение АК, получаем 8 сантиметров. Напомню, что мы ищем АО. Давайте рассмотрим треугольник АОК. Итак, угол БАО равен углу ОАЦ, так как данный отрезок АЛ является и медианой, и высотой, а значит и бисектрисой. То есть, будет делить угол пополам. А значит, каждый угол равен 60 градусам, так как угол А по условной задаче 120 градусов. Тогда мы можем рассмотреть треугольник АОК. Он прямоугольный. Угол при вершине А 60 градусов, значит угол при вершине К данного треугольника равен 30 градусам. А мы знаем, что для любого прямоугольного треугольника катет, лежащий напротив к 30 градусам, равен половине гипотенузы. То есть, получаем, что АО половина АК. АК равен 8, а значит АО равен 8, или 4 сантиметрам. Вот мы и нашли АО. Ребята, на этом наш урок завершен. Сегодня мы с вами решили задачи на применение свойств медиан, бисектрис, высот и серединных перпендикуляров треугольника. Я желаю вам всем полезных знаний. До скорой встречи!